Привет, ребята! Вот я снова с вами, ваша блогерся. Короче, крашусь сейчас. Сегодня у меня в планах поехать в гости к папе, потому что... Прикиньте, чё? Недавно мой отец купил землю недалеко от... Короче, чуть-чуть за МКАДом, но это типа в идеале, как я тоже хочу жить в доме, но типа как бы, ну, можно сказать, очень рядом с Москвой. То есть мне сейчас от своего дома до него 20 минут доехать. Но это как бы к тому, что он не на даче живёт. И он несколько месяцев, ну, сколько там, я не знаю, строил дом, в который они переедут с семьёй. У них также есть квартиры в Москве, которые они будут сдавать, потому что, ну, как бы, блин... У них два ребёнка, ещё и собака большая. Кстати, вам её покажу, если не показывала. Ну, показывала, кстати, но, может, вы не видели, во влоге, может, не показывала. Вот. И, ну, и просто кайф. Я просто, когда начался карантин, у меня папа давно говорит, типа, продавай всё, что у тебя есть, покупай участок рядом со мной, строй дом и живи, как царица в доме. Я, честно, вот я даже вчера подписчикам задала вопрос в Инстаграме под постом, типа, ребята, вы бы хотели жить в доме в частном или в квартире? И многие написали, что в квартире, но также многие написали, что в доме. И вот я раньше тоже, да, да, квартира в центре почти рядышком. Но, по сути, чем старше я становлюсь, я понимаю, что больше всего я хочу жить в своём доме со своей парковкой, за которую не надо платить. Вы знаете, сколько парковки стоит в Москве, машинное место? Если, например, грубо говоря, скажем так, квартира где-то 96 квадратных метров стоит где-то 21-22 миллиона, это на стадии строительства. Я просто говорю, например, про наш район. 96 там квадратов, например, это, ну, хорошая трёшка такая. Ну, у меня здесь меньше, если что даже. И вот, допустим, такая вот квартира в хорошем доме, и там есть машинное место, можно его купить за сколько? Я просто смотрела. Есть одиночные места, они стоят что-то типа там от двух с чем-то миллионов, ну, короче, 2 миллиона где-то, возьмём так, 2 миллиона. А есть места как бы для семейных, ну, семейные такие, скажем так, для людей из одной квартиры, можно так назвать, двойные. То есть одна машина закрывает другую, например, как у Карины, ну, вы знаете, наверняка, может, видели. У них такие места двойные, ну, потому что это выгоднее, во-первых, сразу 2 места, и они стоят типа не сильно много дороже, но 2 места зато. И вот они стоят что-то, если я не ошибаюсь, я просто тоже смотрела, потому что у меня тут были мысли как-то, квартиру купить ли, а потом я подумала, что-то как-то, да, ну, не знаю даже. Не то, чтобы у меня дома чемодан с деньгами, нет, ну, были у меня такие планы. Вот. И, короче, думала-думала, а, ну, вот эти вот места двойные, они стоят там что-то внутри с чем-то, ну, короче, там, допустим, на полтора, там, миллион восемьсот больше примерно. И я так и думаю, твою мать ли, вот эти деньги я пущу себе во двор свой личный, сделаю там офигенную парковку, либо в доме прям гараж, либо еще что-то там, не знаю, забетонирую офигенный ландшафт. Вот куда уйдут эти деньги, понимаете, на моем собственном участке, а не на просто обычное местечко совместное. Ну, короче, такое сложно, очень сложно, я очень хочу жить в доме, вот, но выпьем за это. Я тут подумала так, вот, когда я веду замуж, буду планировать уже ребенка, продам квартиру и буду жить в доме. Не знаю, это все просто мечты, даже не знаю, как называть, просто реально, я понимаю, что в доме жить так классно, и гардеробная своя, и вот свой участок, и берешь собачку сразу пинком под зад, гуляй, моя прелесть во дворе. Ну, короче, много-много плюсов, поэтому мне бы, конечно, хотелось жить в доме. Так, к чему я вообще все это начала? Что, да, поеду в гости к папе, он там уже закончил ремонт и строительство дома. Вот, я еще ни разу там не была, потому что как раз я ждала, когда он достроится там, чтобы уже приехать на все готовенькое, красивенькое, посмотреть, как они жить планируют. Наверняка вам, возможно, интересно, почему я что-то как-то резко начала больше показывать своего папу, и в историях показывала, и вот уже не один влог, там, ну, не первый влог, да, в котором я про папу что-то говорю. Не знаю, просто я подумала, какого хрена я вам никогда не рассказываю. Ну, не то, что обидно бывает, но, ну, не знаю, даже обидно, не обидно, когда люди пишут, типа, чё, у тебя есть папа? Ну, просто я никогда не показываю, на самом деле, это нормальная практика, я много кого из родственников там, ну, не хочу показывать по разным причинам, просто, ну, не хочу, и все. Но, короче, не знаю. Да и, в принципе, я как-то больше с папой начала общаться, тем более, что у меня еще братишки подрастающие, нужно обязательно больше видеться с ними. Я просто постоянно уже, типа, знаете, такая взрослая, у меня уже своя жизнь, уже скоро своя семья, свои дела, поэтому я так редко с кем-то общаюсь, поэтому, ну, хочется чаще общаться. Ну, и вот, плюс еще у папы работа находится недалеко от моего дома, и, ну, типа, не знаю, с какого фига мы так редко общаемся. Так что вот, теперь у нас на моем канале добавляется еще один мой родственник, которого вы будете видеть периодически. Ну, и просто прикольно, хочется с папой тоже запечатлять какие-то моменты, видосики. А то, знаете, для меня мой канал это не просто, типа, влоги из повседневной жизни, чепуха какая-нибудь, там, челлендж. Ну, нет, типа, для меня это что-то большее, это то, что останется со мной надолго, и то, что я смогу пересматривать через много лет. Хочется, конечно, много разных моментов успеть запечатлеть в своей жизни, ну, как успеть, так звучит ужасно. Вообще, у меня с вами есть серьезный разговор, вы что там про пресеты написали, вау, мать, в предыдущих комментариях, влоги. Это вообще, знаете, так обидно, так обидно, так нерадостно в душе. Кто-то, короче, начал писать то, что, вот, Юля, это что такое, мы ждали от тебя вообще-то бренд одежды, туристическую фирму, там, ну, косметику свою, ну, там, не знаю, что еще, чтобы ты свой отель построила. Вот это мы ждали, вот это бизнес, нормальный бизнес. А пресеты, что такое, бесплатно в Телеграме найти можно? Ребят, так обидно, пипец, вы знаете? Многие этого не понимают, я вас не виню, я не виню то, что вы говорите, типа, Юля, вообще, зачем ты так это нам преподнесла, типа, это что-то нереально крутое, оказалось, что это пресеты. Ну, а как я вам должна это преподносить? Типа, ребят, мы с Кариной тут такое говно придумали, чтобы вам втюхать, ну, это же неправильно, тем более, что это не так. Я в шоке, спать. То, что я это так превозношу, это говорит о том, как я к этому отношусь, потому что я к этому отношусь так, что я хочу это превозносить. Это то, что дает мне лайки в Инстаграме, работу, это то, что делает мои фотографии такими, какие они есть, какими они получаются, и как я могу сказать, что это какая-то фигня. Ну, возможно, бизнес это громкое слово, но как мне это назвать? План? У нас такой план появился? Ну, я не знаю, ну, странный ли? На самом деле, кто не захочет покупать эти пресеты, мы же не давим. Ну, типа, это же такое, это, типа, вот, ребятки, у нас это есть, это то же самое. И вот я не сомневаюсь, что вот если бы мы выпускали мерч, вот клянусь, ну вот, блин, ну согласитесь, выпускали бы мы мерч, наверняка бы кто-то написал, типа, да зачем мне эта футболка обычная с принтом, например, я могу такую же там на сайте заказать за 300 рублей. Вот понимаете, так ко всему можно сказать, ко всему можно сказать, зачем мне эти пресеты, я могу их бесплатно найти. Ну, я могу сказать зачем, потому что бесплатно таких не найдешь. Ну, вот правда, ну не найдешь. Если бы были, мы бы знали, если бы такие классные пресеты можно было найти бесплатно, мы бы об этом знали и не стали бы, конечно же, продавать пресеты. Вы, наверное, просто не знаете блогеров, которые продают пресеты за 4 тысячи, там, еще что-то, ну, типа, за дофига. И я не говорю, что их пресеты плохие, абсолютно нет. Ну, на вкус и цвет, как бы вы знаете, да, товарища нет. Ну, просто, блин, мы реально с такой душой к этому относимся. Я понимаю, я вообще, знаете, я даже не парюсь. Вот то, что там кто-то написал, негатив под предыдущим влогом, сейчас даже можно зайти посмотреть, что вы писали. Минуту-семинуточку. Ну, как бы не обижаюсь там на вас, да, потому что также есть люди, которые пишут, я очень рада, что вот это вот выйдет у вас, очень счастливо. Юлька-говнюлька. Я уже хочу посмотреть пресеты и смайлик сердечками в глазах. Ну, вот видите, не всем пофиг. Ах, сейчас еще этот коммент представлю. Я не понимаю, почему москвичи так не рады дождю? Он бывает раз в месяц, если не в два месяца. Вы устраиваете из этого трагедию раз в месяц? Если бы это было раз в месяц, вот сейчас последние два или три дня нет дожда, и я кайфую. Хотя есть ветер, и как бы неприятно, вроде как лето, что такое? Вообще сегодня 1 августа, охренеть. У нас часто дождь был недавно, который у меня... А, вчера был дождь. Вчера на день рождения ходила, вышло, дождь пошел. Никогда не думала даже, что захочу купить пресеты, но именно ваши очень даже интересно посмотреть. Лайк. Да, спасибо большое. Блин, ну вы что, серьезно, пресеты с каждой фотографией нужно подбирать отдельные настройки? Эх, ну ладно, посмотрим, надеюсь, у вас все круто получится. Ребятки, у нас есть такие пресеты, которые даже настраивать не надо. Вот реально, у каждой из нас с Кариной есть по 2-3 пресета, которые реально ко всем фоткам подойдут, и даже крутить ничего не надо. А есть пресеты, которые нужно крутить, да. Да, я тоже кручу свои пресеты под разные фотографии, потому что где-то фотография темнее, где-то светлее. Где-то я хочу больше волос высветлить, там вот тени. Это нормально, это несложно, поверьте. Если вы так переживаете, что это сложно, я вам клянусь, это несложно. Там будет вся инструкция, и вы сами на самом деле приноровитесь и поймете, как это делать. Это делать очень легко. Ну вот именно подкручивать что-то, да. Я до последнего надеялась, что это будут не пресеты. Это было актуально пару лет назад, но сейчас все и так научились создавать эту натуральную обработку, убирая контрасты, т.д. Эх, я надеялась, что вы такой фигней страдать не будете. Ну, я ничего не могу сказать. Я не буду ругаться там, обзываться. Ну, пофиг. Реально пофиг. Но, опять же таки, мы же сказали, что у нас там не только натуральные пресеты. Помимо обычных, ну, необычных, извините меня, почему мне каждый день пишут в этот самый, в директ, и блогеры тоже спрашивают, Юля, как ты обрабатываешь свои фотографии? И они спрашивают про мою натуральную обработку, которая у меня сейчас. Зачем они спрашивают, если это каждый умеет делать? Ну, вот клянусь, зачем? Наверное, все-таки потому, что не каждый может довести фотографию именно до такого состояния и сделать именно такие настройки. Да, может быть похоже, может быть. Но идеально точно так же, как у меня, все равно не будет. Это же понятно, да? Ну, скажите, я могу накрасить одну бровь так, а другую я так точно же не накрашу. Просто нужно к этому проще относиться. Я не сомневаюсь, что есть люди, которые хотят нас поддержать, и мало того, они мечтают приобрести наши пресеты. Я в этом не сомневаюсь, поэтому... Ну, я даже не расстраиваюсь на какие-то там комментарии, что это все фигня и в этом духе. Потому что, как я и сказала, у нас помимо натуральных пресетов, которых у нас, по-моему, там... У меня вообще, я сейчас скажу, у меня в моем паке, скажем так, у нас с Кариной от каждой по 5 пресетов. И у меня, по-моему, там только один прям натуральный. Сейчас я даже посмотрю. Скоро мы уже начнем вам показывать до и после, и, ну, вообще, подготавливать вас туда-сюда, потому что, ну, как бы, ле. Очень красиво, конечно, то, что вот у меня за пресетами такие. Сама бы купила. Да ладно, правда, не знаю, я была бы рада такое купить. Тем более от любимых блогеров. Так, у меня получается... Да, у меня получается один супер прям натуральный классный пресет, которым я сейчас пользуюсь. Другой немножко с... Ну, он тоже, кстати, натуральный и делает очень такую милую конфетную картинку, я бы так сказала. Другой у меня более такой с холодцой розовинкой. Другой у меня такой дерзкий. И еще один у меня пресет такой, который я использовала в Испании. Там вот такой он прям сочный, вот такой прям для вот поездки какой-то, ну, просто взрыв мозга. Короче, не знаю. У Карины тоже там офигенные просто пресеты, которыми она пользовалась в путешествиях тоже. И, ну, я просто знаю эти фотографии до и после, и, как бы, были бы они без этих пресетов, было бы вообще не то. Не то пальто. Так что, ребятки, ребятки, просто, пожалуйста, не гоните лошадей, дождитесь. Вот когда увидите наши пресеты, когда увидите наш сайт, мы на это тоже денежку потратили, чтобы красиво было. Не просто, типа, скидывайте деньги на карту, мы вам скинем это куда-нибудь в Телеграм или еще что-то. Мы, блин, дизайнера нашли, сайтосоздателя, юристов, которые нам написали эти оферты всякие для сайтов. Знаете, какой геморрой? И вы говорите, а, фигня какая-то. Фигня, но столько всего, а нам-то хочется сделать все красиво, чтобы сайт был красивый, чтобы вам было приятно. Столько лет составляла эти пресеты и делюсь секретом. Это как рецепт семейный, понимаете? Это как рецепт. Такие вещи не продаются вообще-то, а мы продаем, потому что вот такие мы щедрые. Все, убедила. Ладно, короче, буду дальше краситься, собираться и поеду к папе. Вот мой лук. У меня штаны, футболка, кстати, спортивные штаны, сода, модя, футболка тоже, кроссовки у меня New Balance. Очень удобные, ну просто тапочки, просто любовь моя. А куртка, хрен пойми, что, уже не помню, может она даже не моя, Славина, не знаю, ну вряд ли, наверное, моя, хотя не знаю. В общем, все, я готова сделать их хвостик, наделать сережки. Еще раз в этом влоге тоже всем напомню, что у меня две дырки в ухе, когда вы видите только одну сережку в одном ухе, а в другом нет. Это не значит, что я потеряла, просто я вам клянусь, я уже устала от этих сообщений. Ну, как бы я могу забить и не обращать на это внимания, но мне хочется, чтобы все знали, что я не потеряла сережку, твою мать. В общем, ладно, я готова ехать тусить. Сегодня у меня релакс день, ну как релакс, я просто посмотрю, как живет мой отец, посмотрю на его собаченьку, ну и вот. Так что поехали. Я даже не знаю пока, сколько мне ехать, боже, я такая красивая, ребят, ну скажите, ну правда, ну вот реально, и кожа стала лучше. Ну вот что такое, что ты будешь делать. И волосы такие хорошие, длинные, пышные такие, вай, вай, с ума сойти, вай. Нужно любить себя, мои хорошие, нужно. Жаль, я в этом узнала только вчера, да не, не вчера. Кстати, хочу вам рассказать, у меня такая тупая ситуация вчера была, сейчас в машину сяду и расскажу. В общем, я уже в машине и рассказываю вам вчера ситуацию, которая произошла на ДРМ. В общем, на днюшке была фотозона, около которой все фоткались. Но в какой-то момент люди перестали там фоткаться, потому что, ну типа, пофоткались уже, все. И суть в том, что в этот момент выступал Слава на сцене. Ну как, мы пошли к другу на ДРМ, а он такой интересный чувак, работает с многими артистами. И мы, ну, знакомы тоже давно, тусили вместе. И, понятно, там были тоже артисты, помимо Славы, да. И до этого ребята выступали, другие. Ну и, короче, Слава выступает, я просто объясняю ситуацию. А я его снимаю на айфон. Ну, чтобы в сторис потом прикольно выставить еще что-то, типа, помогаем друг другу. Впереди камера на полосу. Хорошо, спасибо. И дело в том, что я встала снимать его с той стороны, где как раз-таки была фотозона. Я просто там стою и снимаю его. То есть, не то, что я кому-то хотела помешать или еще что-то, или пофоткаться хотела. Ну да, просто встала туда, где есть вероятность того, что захотят пофоткаться люди. Подходит ко мне какой-то парень. Ну, я его не знаю. Вообще, мы вот вчера на днюхе были. Я там никого не знала, кроме именинника, его девушки, его друга и девушки друга, скажем так. Да, все, больше я ни с кем там не знаком была. Ну и со Славой. Ну и в общем, я стою, просто стою, снимаю Славу. Подходит ко мне чувак, говорит, можно сфоткаться? Ну, вы же знаете, я же такая звезда. Я думаю, со мной хотят сфоткаться. Я такая, типа, не поняла. Думаю, реально со мной сфоткаться хотят? Ну ладно. Я встаю, а я же не вижу, что за движуха сзади меня происходит. Оказывается, сзади меня как раз-таки стоял именинник, его какой-то там товарищ. И они, типа, хотели сфоткаться. А я им мешала. Я просто, я ненавижу такие ситуации в жизни. И я такая, типа, встала с ними, типа, ну давай, фоткай. Ну давай. А они такие, да нет, в смысле, типа, спали нафиг отсюда. Из кадра ты мешаешь. Не с тобой хотели сфоткаться. И я такая, ой, кошмар. Знаете, как неприятно. Так тяжело быть звездой, потому что ты реально не всегда понимаешь, с тобой хотят сфоткаться, или ты мешаешь, или надо, чтобы ты сфоткал кого-то. Это, в общем, пипец. Но у меня не в первый раз такая фигня какая-то тупая. Ну, не знаю. В общем, это странно. Слава мне тоже вчера рассказывала один раз тупую фигню. Просто не все же нас знают, понятное дело, да? Не все же знают, что я там блогерша, да? И не все, как бы, из-за того, что меня не знают, они не хотят со мной сфоткаться, понятное дело. С какого перепуга им за мной фоткаться? Я обычный человек для них, ну, как бы, неизвестный, неинтересный, с которым, ну, как бы, зачем фоткаться-то? Я это понимаю, но не всегда же я могу точно узнать, человек знает меня и что он от меня хочет. А там просто музыка играла. И почему нельзя было сказать, типа, не можно сфоткаться, типа, блин, отойди, пожалуйста, мы сфоткаться хотим. Вот я что? Я бы сразу поняла, что от меня хотят. А когда тебе говорят, можно сфоткаться, вот ты... Иди, камеры на нас нету. Да заткнись уже. Когда тебе говорят, можно сфоткаться, и ты, как бы, блогер популярный, да? И с тобой обычно хотят сфоткаться, потому что ты блогер. Ну, типа, ты, как бы, к этому привыкаешь и понимаешь, типа, что от тебя хотят. А когда тебе говорят, можно сфоткаться, оказывается, имеется в виду совсем другое. Ну, типа, это дупо, на самом деле Сначала я расстроилась из-за этой ситуации Потому что она такая неловкая, дебильная В итоге, когда мне сказали Потом, типа, да не, не с тобой в смысле сфоткаться Короче, типа, ты мешаешь Ну, мне не так сказали, но, как бы, смысл был тот Я просто не помню, там музыка была, я даже не слышала Ну, я ответила, типа, а, сори, я просто не поняла Ну, я реально не поняла И в этом не моя вина Я потом такая подумала, да пошли нафиг вообще Объяснять, научись Вот я терпеть не могу людей, которые не могут четко сформулировать, что им надо Я просто не такая Если мне что-то надо, я говорю, мне надо вот это Вот без всяких там, ааа, слова подбирать Я просто очень четкий человек И я люблю, когда все четко Ну, я думаю, вы понимаете, вы знаете И когда тебе говорят вот это, типа Это как, если бы, я не знаю, я бы вам сказала Ой, блин, дай бутерброд, пожалуйста И вы мне даете бутерброд там с сыром Я говорю, да в смысле с сыром? Я хотела с колбасой, что-нибудь понятного Ну, типа, блин, ну, это же тупо, да, согласитесь Ну, короче, я из-за этого расстроилась Сначала, потому что неловкая ситуация Я почувствовала себя дурой какой-то А потом подумала, да пошли нахрен, научись слова подбирать правильные Вот реально Но, с другой стороны, он же не виноват, что он меня просто не знал Хотя, может, он и знал И наоборот Ну, короче, ладно, пофиг В общем, я еду к папе Мне уже осталось ехать к нему 17 минут А когда я села в машину, было 25 В общем, очень быстро Спасибо, суббота Я думаю, что если бы это была не суббота То, конечно, дольше было бы ехать Хотя, вот эта дорога, к которой я еду Обычно это, типа, как на дачу ехать Ну, понятно, типа, в область, скажем так Так что, в общем, приеду к папе и вернусь к вам И что-нибудь вам покажу, расскажу Давай, да не волнуйся, тяни Хорошо, давай Давай, тяни, тяни, тяни Хорошо, давай, тяни Лошадыш, купи, мая Молодец, хорошо Жанчик Приехала к папе вот Привет Привет Сейчас буду смиреть дом Ну, давай, все равно расскажи что-нибудь Прикольное же Такая у тебя тут задумка классная Мы стены ламинада Мы делаем здесь Это вообще гениально, ребята Посмотрите, как красиво выглядит Кто вообще скажет, что это ламинат Очень круто Ну, лестница, да Ну, на чердак мы не пойдем Там лестницу покрасили только У нас еще хлам Уборки Здесь у нас санузел Это мы на втором этаже, если что Если мы не поняли Здесь ванна Тут дети плескались Да, но если вдруг кто-то из подписчиков моих не понял Еще тут все не закончено Ну, не все, а там вещи надо разобрать Ну, короче, какой-то мебели нет Просто то вдруг вы подумаете Типа, что это за мусор там стоит Короче, да, очень мне нравится Беленькая, как я люблю Так, здесь у нас гостевая комната Тут потихонечку вещи разбираются Обои нравятся Хорошие шторы тоже, цвет супер Так Это будет наша спальня Для взрослых Люстра прикольная Самые большие, конечно же, детям Самые лучшие детям Это вот прям сразу видно, что здесь дети Да Они уже здесь поучаствовали Это Тимура комната Она 26 метров Сумасотящая Здоровенная Там еще над кроватью будет висеть картина Человеков-пауков Да, композиция Она собирается Ого Мне кажется, все дети любят Человеков-пауков Мальчики Ну, прикольно, прикольно Руки дошли Тут вот такие обои, смотрите Типа Человек-паук в городе Здесь Миша на комнату Миша как раз такой, знаешь, как Мишутка И тут такое все более У Тимура более холодные оттенки А здесь все такое более Вот, ну, вот Шторы даже такие Видишь, на стенах основной цвет полоски Да, да А одна стена карта С ума сойти Блин, прикольно вообще Да Вот, уже они хотят переехать скорее Угу Но, к сожалению, что-то как-то у нас С мебелью проблемы Заказ Ну, понятно Пока привезут Еще что-то там Вот это тоже очень нравится Подоконник такой классный Ты молодец, что сделал большие окна такие Да Я прям очень хотел Углубленного цвета Да, это вообще круто всегда Так, вот мы спустились на первый этаж Ну, здесь у нас основной выход Угу Тут у нас строится навес На парковку И гараж там О, кстати, а там есть еще интересное? Гараж Ну, там бардак А, ну, ладно Ну, потом Думаю, смотри, какую этапку Одень, пойдем посмотрим Он у тебя, короче, отдельно не пристроен Да, тут еще рабочие жили Угу Ну, вот сейчас я жду, когда навес закончится Хочу все вытащить под навес Угу На тот случай, если дождь пойдет Угу И гараж отмыть, убраться Ну, да Ну, понятно, что сейчас еще стройки всякие Ты считай Гараж он больше Недавно только закончил Ну, да В большей степени гараж он не для машины Да? Мотоцикл, техника О, начинается Ну, мотоцикл-то есть У тебя есть мотоцикл? Да В смысле, ты не продал? Нет Я думала, тот красный или другой какой-то? Нет, этот красный-то баги была Баги я продал Ты что, на мотике гоняешь? Только недавно мы со Славой и его брату объясняли, что не нужен ему мотоцикл У меня мопед большой А-а Так, здесь у нас котельная постырочная Угу Ну, понятно, да В доме тоже нужно Технический коллапс То, к чему я не хочу приближаться Единственный минус жить в доме То, что я вот это вот все прям вообще Для этого нужен специально обученный мужчина И который будет в этом разбираться Ну да Здесь у нас санузел Угу С душем Душ В пол Господи, мрамри Мне нравится Ого, это у вас там такая плиточка? Я подумала, как будто коврик Прикольно Классно Классно Нравится По цвету тоже нравится И места много Прикиньте, вот Такое же тоже домой надо Смотрите, как красиво Вот так вот ставишь Красишься И снимаешь свою рутину Шикарно Здесь у нас комната для бабушек и дедушек Пока в ней я живу Чтобы на второй этаж не ходить Потому что сюда диван уже куплен Ну да Ну и самая большая Самая большая Самая любимая Это зал Да 50 метров Угу Тут вот детишки сняты Аквариум уже купили Угу 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 Вот это, кстати, очень круто Папа сказал, что у них вот там холодильник И там вообще нет морозилки Потому что на самом деле Ей так редко пользуешься А здесь отдельно Да, вот Морозильная камера Классно Ну да, когда помещение позволяет Можно хоть 5 холодильников поставить Там дальше у нас выход из дома Во двор На терраску Угу Которая тоже пока не закончена Каркас сделали Крышу сделали Угу Вот, всё остальное Да, мы тут уже стояли Придумывали, где мангал ставить Да И вот такой-то небольшой участок Слушай, ну ты считай Вообще в Москве классно, да Ну тут, правда, и участки стоят Как половина от квартиры Ну да, чтобы вы понимали Ну по стоимости, да, наверное Хорошая трехкомнатная квартира в Москве Угу Да, но только Ты построишь намного больше Себе дом Да, получается Дом 200 метров Плюс чердак И участок 5 соток Угу Блин, даже не верится, что 5 Ты имеешь 76 метров 72, 76 Ну пусть 80 И никогда нет места во дворе Вся моя жизнь И машину не припаркуешь Да А здесь всё своё За своими воротами Никакой охраны Никакой платной парковки Замечательно Ну, а я, кстати, когда ехала к вам Увидела, что у вас тут ещё два Макдональдса Рядом прям по дороге Два Макдональдса было И я подумала Ммм, направление, в котором мне стоит жить 15-20 минут Вон у нас тут Макдональдс Да Слушай, ну прикольно Спасибо за экскурсию Да Может быть, я когда-нибудь тоже решусь жить в доме Я тебя подобью сюда, тоже переедешь Папа мне уже говорит Пошли дом посмотрим, который продаётся Да, соседи продаёт Ребята, у вас тут тоже спрошу В инстаграме спрашивала Где вы хотели бы жить В квартире или в частном доме Я просто не знаю Мне так тяжело С одной стороны, мне хочется жить в квартире Потому что как-то проще И типа свет не выключают Как на даче постоянно Нет вот этих вот заморочек То, что я вам показывала Вот эти вот бойлеры, да Или как это называется Ну зато в любое время Когда тебе надо бах Отопление включил Вот вчера мне стало холодно Ну, кстати, да А в Москве мёрзнешь А ещё у вас тут, наверное, и вода не отключается Горячая, да? Ничего не отключается Она сама своя, греется И скважина качается, греется Электричество отключали Вот пока я здесь живу Где-то около месяца Отключали Ну, два раза, может, на час И то ночью я это заметил Только потому, что сбились часы На духовке Ну, это ты так заметил А я-то ложусь в 7 утра Я бы заметила И ходила бы тут, ругалась матом Какого чёрта? Как мы на дачу? Мы со Славой приехали на дачу Жили же там два месяца где-то У нас там постоянно В последнее время отключали электричество Понятное дело Интернет, свет, воду У нас там вообще паника А мы не спим Ну, короче, всякие генераторы Ходили, включали Ну, вот это единственное только что Я не очень А так, конечно, дом это кайф Ну, не знаю Я всё-таки думаю Я думаю так, что я выйду замуж Буду планировать детей И перееду в дом Потому что, по сути, сейчас квартиры мне хватает Ну, так-то, да Короче, вот Скиньтесь на дом, ребят, в комментариях Итак, ребята Я уже еду домой от папы Была в гостах Посидели очень классно Много болтали Я приеду домой, когда будет 9.50 А, какой домой? Так, здравствуйте Мне нужно заехать в магазин Потому что у меня закончилось масло оливковое для салатика Слава сегодня уехал на дачу Завтра он уже вернётся Сегодня Я каждый день, реально Я не знаю Так сложно Вот знаете, когда Славы нет дома Я думаю, ну Я уже загоняла как-то такую тему Что когда я одна дома Я думаю, ну вот как раз буду просто валяться Фигнёй всякой заниматься Что-то делать Сидеть в компьютере Хотя Это такая скукотища Потому что всё то же самое Я могу делать Когда Слава дома Но Суть в том Что когда его нет дома Мне хочется Убраться Точнее Я это делаю так же И когда он дома Но когда его нет дома Мне хочется дома убраться Чтобы когда он приехал Я могла это не делать И как раз таки Когда он дома Почему-то Хотя казалось бы Да, по сути Он должен Ну как бы Ну не то, что должен Но пусть он смотрит Какая я хозяйственная Постоянно убираюсь Там всё что-то делаю А мне наоборот Хочется Чтобы когда он был дома Я ничего такого не делала Я просто Ну не знаю Сидела там Своими какими-то делами занималась Да просто Даже элементарно Посмотреть какое-то интервью Просто сидя Я не могу Ну или лёжа Да, не могу То есть мне нужно Обязательно что-то При этом делать Что угодно Но что-то полезное Что мне и так Нужно сделать Убраться Приготовить Погладить Там Постирать Накраситься Покушать То есть я Я ненавижу Тратить время На просмотр Что угодно Если я ничего не делаю Единственное Что я люблю Когда мы перед сном Кстати, заметьте Что я вам что-то записываю Говорю Но при этом В камеру смотрю Вот так вот На секунду И я смотрю на дорогу Так что Не беспокойтесь Тем более Что я еду по той дороге Которую я знаю И всё ок Ну мало Вот И машин не так много И я в пробке стою Не в пробке На светофоре Так вот Единственное Что только перед сном Мне норм что-то посмотреть Когда мы там Собираемся засыпать Кстати Мы уже досмотрели Первый сезон Бумажного дома И мне очень нравится Очень волнительный Сериал Я даже в шоу Вот знаете На самом деле Ну не знаю Волнительно Потому что Мне постоянно страшно Что раскроют Их план Кто не смотрел Не буду спойлерить Но там же Суть в том Коротко скажу Я превращаю Свою подружку Карину Коротко скажу Грабители Типа Грабят Бумажный Дом Вот этот Монетный дворец Я так понимаю В Испании Где печатают деньги И у них Прикол в том Что они хотят Не ограбить Именно деньги Из банка Украсть А именно Напечатать деньги То есть Типа Они ни у кого Не воруют Даже Вот в чем смысл И у них там Просто сумасшедший план Сумасшедшей подготовки Они там Пять месяцев Готовились К этому плану Чтобы все Прошло идеально И на самом деле Так круто Потому что Там есть такие моменты Которые Не настолько Продумали До каких-то Типа Мелочей Что они знали Что в какой-то момент Полиция поедет туда И они специально Все сделали так Чтобы они туда Реально поехали То есть У них типа Все продумано Но все-таки Есть моменты Которые приходится Продумывать И делать на ходу И там очень много Таких волнительных моментов Когда я думаю Ну все Все Его спалят И они узнают Что это там Они придумали Они рассекретят Кто у них там Главный Неглавный В общем Вот эти вот моменты Очень волнительные А так конечно Безумно интересно Посмотреть Чем там все Закончится К чему вообще Все это ведет Потому что Первый сезон В принципе Как мне и Карина Рассказывала Они все время Весь сезон Короче сезон Растянули Типа на 3 или 4 дня В банке Вот сколько происходит Это все Ограбление Скажем так Да Назовем так Это операция Все это растянуто В одном сезоне Но показывают нам По сути Типа там 4 Там 3-4-5 дней Я не помню точно Но типа Все детали Показывают Интересные Ну короче Классный Классный Я рада Что мы начали Его смотреть Больше всего Я рада Что он зашел Славе Потому что Я в принципе Такой человек Конечно Я принципиальная И могу долго Выпендриваться Типа Фу-фу Я не буду Смотреть Смотреть Как было В принципе С бумажным домом Да Вы сами Видели В предыдущих Влогах Кто смотрит Мой сериал Моей жизни Вот Но в какой-то момент Все-таки Я могу Переубедиться И такая Ну ладно Давай посмотрим Давай попробуем Чего не попробовать Вот И мне он как бы Зашел с первой серии В принципе Мне стало интересно Посмотреть Что же там будет дальше А Славе Он зашел Где-то с третьей серии Вот что-то в этом духе Но главное Что сейчас Ему тоже нравится Интересно Он мне даже Вчера ночью Когда мы смотрели Он же знает Что он сегодня уедет И я тоже Он говорит Давай Типа договоримся Так Может быть Если что Я там посмотрю Пару серий Один И ты одна Ну типа Мы посмотрим Столько же серий Только не вместе Я ему говорю Нет Смотри Что хочешь Сериал Без меня не смотри Это наш сериал Семейный Мы смотрим Его вдвоем Ничего не знаем Сегодня я хотела Успеть заехать К тете Карине У нее продается Просто Афигенский Вкусный Сыр Чанах Ну у нее много Что там вкусного Продается Но я просто Фанатка именно Сыра Поэтому Хотела успеть Сегодня заехать Сейчас уже 10 Я думаю Вряд ли она работает И в принципе Поздно уже Ладно У меня еще остался Маленький кусочек Сыра Чанаха Но мне уже Хочется свежий взять Потому что этот Мне кажется Сыр Я уже не знаю Сколько он у меня Дома лежит Но как бы он Просто в рассоле Поэтому его долго Можно хранить Такая вот Интересная болтовня Вот Что еще Заеду магазин Хочется скорее Доехать до дома Потому что у меня Там моя рыбонька Моя кусочка Моя конфеточка Вибочка Сегодня дома Ждет меня весь день Моя сарделька Сладкая Но я ее не брала С собой Потому что вы видели У папы дома Собака большая Вот И смысл мне Брать с собой Вибу Чтобы она бедная Сидела у меня Весь день на руках Мучилась Ждала Когда мы уже Домой приедем Поэтому вот Я уже подъезжаю К району Да Без пробок Конечно До папы Вообще фигня Делов доехать Хотя от моего дома Это где-то 11 километров Что-то такое Вот Но с пробками Боюсь Что это нормально Так выйдет По времени Но по сути Вообще фигня Даже если час Я иногда там В тот же торговый центр Могу столько ехать Потому что пробки Это дело такое Короче ладно Сейчас в магазин Потом домой Иди ко мне Моя рыбка Привет Привет Ну что ты Что ты Ну привет Мамина какашечка Захожу я домой И что я первым делом вижу Какашки Это те самые какашки Которые остаются На попе А потом Везде Куда пойдет собака Ладно Я давно хотела Постирать здесь Все Жизнь такая штука Может всякое случиться Ну ничего Сейчас мама тебе Жопу помоет Только хватит Везде ходить Кто-то еще думает Что я не готова К детям Я понимаю Что дети Это не тоже какашки Вот они мы Вот они мы Какашки Вива Нет Или это Нутелла Даже не знаю В общем Ладно Да Я сходила в магазик Сейчас я Тут немножко Уберу Виви надела И вернусь К вам Так Что же я купила В магазине У меня Закончилось масло Оливковое Для салата И вот Посмотрите От подсолнечного Что осталось Поэтому купила масло И такого И сякого Молока взяла Я кстати Сейчас пью Вот такое Безлактозное И кстати Не знаю Сыграло это Какую-то роль С моей кожей Или нет Честно говоря Не знаю Но то что Моя кожа Стала лучше Это факт Но я не знаю Насколько она Стала лучше Именно от этого Безлактозного Молока Или просто Она стала лучше Потому что я там Ухаживаю за ней И умываюсь правильно Очищаю Все вот это Масло оливковое Взяла Вот такое Не знаю Обычное Масло Даже не знаю Какое лучше Там хуже Вообще не теку Ну а просто Огурчики Также помидорчики Вот Такое маслицо Сразу сюда поставлю Лаваш Взяла Обожаю лаваш Армянский Вот такой Убрать Он очень вкусный Но он разный Тоже бывает Бывает невкусный Поэтому Тоже сложно Взяла Филе куриное Хочу сегодня курочку Делать Потому что Постоянно заказывают Из ресторана И Такая какая-то Буржуйка Прям вообще С ума сошла Разленилась Не готовлю Знаете Я постоянно думаю Вот какого фига Я так долго сижу Ем Когда Ну не важно Из ресторана заказываю Либо сама приготовила Я очень долго ужинаю Потому что Вы знаете Я люблю бокальчик Вина выпить А я никогда Просто так Не пью вино Вот просто Я не люблю Там на вечеринку Если прийти куда-то Вот это не моя история Стоять и просто Пить вино Мне нужно обязательно Чтобы это был Какой-то ужин То есть Просто так Вино я не пью И алкоголь Тоже просто так Не пью То есть Либо праздники Вино я могу Без праздников Пить Просто У меня всегда Есть дома Зала Карину В гости Но она говорит Что типа Тупо На ночь Тупо приезжать Потому что У нее завтра Утром врач А просто так Типа Приехать Потусить Тоже Что-то как-то Лень Уже поздно И все такое Ну да Я согласна Пол одиннадцатого Если без значок Тупо Что еще Я взяла Взяла Виолу Иногда люблю Треугольнички Пожевать Сок апельсиновый Как всегда Мой любимый Ну помидоры Я вам говорила Вот они Сейчас переоделась Во что-то более Домашнее Удобное Вио Ну ты конечно Сказочница А еще Ребята У меня столько дел Мне нужно убраться В шкафу Посмотрите Это что такое Это что такое Передивашка Вот и все Вот я переоделась Шмяк Какой смысл Сейчас складывать Если там все равно Жесть И сейчас Я поем Отдохну И буду Это самое Ну Складываться Включу Какой-нибудь сериальчик Вообще В идеале Погладить вещи У нас столько Неглаженных вещей Я просто ненавижу Гладить И Меня это бесит Ох Ребята У меня так Спина болит Отваливается Просто Я готовила Есть Сделала курочку Курочку Гречечку Свою любименькую У меня Серчанак Смотрите Какой маленький Кусочек Здесь остался Я его храню Не Я так не покажу Ладно Мне даже Мне даже Вот этого Хватает Но я его режу На маленькие кусочки Потому что Он очень соленый Даже не знаю Куда его положить Так лень Сдаваясь Ладно И вот И все это В рассоле Постоянно Находится И поэтому Он такой Сочный Стоит Холоденький Так что Завтра Нужно Обязательно Съехать Пить сыр Потому что Иначе С ума Сойду Вот Кстати Кто бы Что Не говорил Про молочку Каждый день Ем сыр Просто И что А то Мне все Начали писать По поводу Что прыщи У меня Типа От сыра Нифига Пожарила Курочку Сделала Гречечку Мою любимую У меня тут Салатик Не знаю Зачем Я так много Нарезала Но Хочется В общем Смотрю Интервью Шки Всякие Как раз Пока готовилась Набрела С Кариной Переписывалась Даже Честно говоря Уже не знаю Что сегодня Вам еще Интересного Рассказывать В принципе Сейчас я Поем Посижу Как раз Я так долго Буду сидеть Кушать Чтобы отдохнуть И потом Начну там Убираться Разбираться Ммм Вивола Это просто Хрустящие Офигенно Спасибо Вам большое Что смотрели Этот влог Надеюсь Что он Вам понравился Что он Был интересненький Впереди Нас ждут Новые выпуски Моей Рубрики Тема И Надо мне Подумать Посмотреть Какую бы Следующую Тему взять Как вы могли догадаться Я выбираю Это по настроению Это никак Не зависит От писем Потому что Письма там Абсолютно На разные темы Также хочу Чтобы вы Помнили Что я не забываю Про эту рубрику Она существует И кстати Мне даже поступают Предложения Какие-то Коллаборации Записать Вот недавно Даже поступило Предложение С врачом Что-то Снять Такое Так что Не забывайте Все скоро будет Также буду Снимать В этом месяце Обязательно Видео Где я показываю Вам Свои шмотки Мои новенькие Вещички Косметику Сумочки Это просто Вообще Древмозг Радость Какая Так что Вот Всех Люблю Целую Обнимаю Будьте Счастливы Здоровы И всем Пока